Дорогие слушатели и зрители, добрый день. Дорогие слушатели и зрители, добрый день. Дорогие слушатели и зрители, добрый день. На сегодняшний день есть нарекания относительно общественного транспорта, то что приходится ждать подолгу его на остановках. С учетом нашего климата, а февраль у нас выдался вообще лютый, приходится ждать по 30 минут, а то и по 40 минут автобуса в вечернее время особенно. Связано ли это с тем, что наш транспорт не готов или же какие-то другие причины и автобусы с линии снимаются в связи с тем, что они, может быть, не знают, техосмотр не прошли или наоборот выходят, не пройдя техосмотр на линию и вот так внезапно могут уйти с линии. Еще есть вопросы пока, вот на этом установимся. Разрешите, я отвечу. Да, действительно, перевозка пассажиров автобусами это ответственное мероприятие. Перечень документов есть нормативно-правых актов, где расписано, как все должно это осуществляться. И то, чтобы автобус был технически исправлен, это красные линии проходят, потому что вы сами отметили, что мы, когда пассажирами доверяем в своей жизни здоровье, тем водителям, тем должностным лицам, которые допустили этот автобус к перевозке пассажиров. И действительно, у нас есть факты выявления эксплуатации автобусов непройденных технических смотр на территории города Якутска. Конечно, по данным фактам приняты меры, предусмотренные Кодексом административных правонарушений. Должностные лица, которые допустили такие автобусы к эксплуатации, привлечены к установленной ответственности, в том числе и индивидуальные предприниматели. Поэтому именно организация перевозочного процесса, конечно, целиком и полностью лежит на органах исполнительной власти. В нашем случае это органы исполнительной власти местного самоуправления, город Якутск. Есть также союз авто-некоммерческое партнерство. С ними также мы отрабатываем активно в этом направлении, чтобы пассажиры у нас перевозились с установленными правилами в цель сохранения их жизни и здоровья. Возможно, чтобы таких случаев не происходило, есть какие-то изменения в нашем законодательстве на сегодня, которые начнут действовать с 1 марта? Скажите об этом подробнее в законодательстве относительно технического осмотра. Я так скажу, что реформа технического осмотра уже идет на протяжении нескольких лет, но активная ее фаза началась с 1 марта 2021 года. Как раз когда технический осмотр, контроль и надзор отдали полиции, а также участие в проведении технического осмотра автобуса передали сотрудникам полиции. А, она уже, эта реформа изменена с прошлого года, с марта? Она идет с 1 марта 2021 года. То есть, с 1 марта 2021 года сотрудники госавтоинспекции участвуют в проведении технического осмотра автобуса с целью именно усуществления контроля, чтобы все проходило, как оно написано в нормативно-правовых актах. Может быть, нам пояснить, что такое технический осмотр, что он в себя включает и как проходит организация технического осмотра транспортных средств на территории нашей республики? Ну, в принципе, общую информацию я хотел дать по 170-му федеральному закону и с изменением, дополнением 122-й федеральный закон, полномочия органов госвласти Российской Федерации относятся 3 пункта. Первое – это перенятие мер по организации проведения техосмотра. Второе – это утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами техосмотра для субъектов России. И третье – это осуществление контроля за соблюдением установленного в соответствии с федеральным законом размера платы за выдачу дубликата диагностики карты на бумажном носителе. Вот три пункта, которые определены федеральным законодательством. Так, в соответствии с этим Министерством транспорта республики, как уполномоченным органом в сфере техосмотра, утвержден норматив минимальной обеспеченности пунктами техосмотра по республике. Согласно приказу Министерства транспорта номер 477 ОД 2 декабря 2020 года, норматив у нас по республике минимальный составляет 35,7, то есть 36 пунктов минимум у нас должно быть по всей республике. Ну, по арктическим районам у нас там ноль, потому что количество автотранспорта не позволяет иметь пункт технического осмотра стационарный, чтобы получить определенные доходы. Вообще, деятельность техосмотра, это относится к области предпринимательской деятельности, то есть оператором технического осмотра может стать любое юридическое лицо, там, и пешник, и индивидуальный предприниматель, который получит лицензию на проведение данного технического осмотра. Ну, какие изменения? Вот последние изменения, они ввели в ряд, можно сказать, усложнили получение лицензии в том плане, что необходимо иметь оборудование, которое, как говорилось, у нас минимальная стоимость какая составляет? По последним данным, где-то 3 миллиона 700 тысяч. Вот 3 миллиона минимум, да, надо иметь финансовых ресурсов, чтобы организовать пункт технического осмотра. Так, ну, реестр операторов технического осмотра в России ведет РСА, РСА, Союз автостраховщиков, да, они ведут, и вот у нас на сегодняшний день там зарегистрировано 49 пунктов техосмотра. Из них 3 у нас передвижные линии, которые находятся на балансе вот казенной предприятия дороги Арктики. Из 49,9 перестановили деятельность. Как я уже сказал, ну, деятельность это, грубо говоря, вы знаете, что пройти техосмотр надо заплатить чуть более 600 рублей за легковой автомобиль. И сейчас законодательство определено, что вот техосмотр должен пройти минимум 45 минут, да, для легкового транспорта. Ну, на каждую категорию транспорта разные. На легковой, на легковой, получается, где-то меньше 30 минут. Да, то есть 30 минут, то есть представьте себе, что... 30 минут и 600 рублей. 30 минут и 600 рублей, получается, да. Но пока ваш автомобиль выедет, заедет другой и так далее, то есть, получается, он, ну, день он пройдет, сколько там, 10 пройдет или нет? Это нужно сделать раз в год. Это 6 тысяч он заработает. Вот 6 тысяч, и этот предприниматель должен заплатить за свет, за тепло, отбить вот эти расходы на оборудование и круто выплатить зарплату. Ну, я как бы объясняю, рассказываю не просто так, а чтобы население было понятно, почему эти две деятельности как бы не очень привлекательны в настоящее время, которые мы наблюдаем, что пунктов техосмотра не становятся больше. Я вот объясняю, как бы... Потому что это невыгодно, да, по деньгам? Да, это определенное, определенное невыгодно в том плане, что ранее, вот как Алексей Евгеньевич сказал, вот, ну, до ужесточения закона диагностические карты, в принципе, ну, продавались, мы тут секреты не делаем. Тут он зашел человек, минут 5 или 3, сколько-то он там пробыл, получил, заплатил деньги и ушел. И, в принципе, это было выгодно, как бы, заниматься этим. Но сейчас при, как бы, прохождении техосмотра установлены порядки, есть определенные проблемы с этим, с прибыльностью этой деятельности. Так, я, как уже сказал, вот 49 единиц, 9 переостановлены по разным причинам, в том числе по экономическим. И вот 40 единиц у нас имеется, что, вот, как я уже сказал, при нормативе минимальной обеспеченности 35,7 мы, как бы, входим, ну, проходим по этому нормативу. Артистских районов, как я уже сказал, у нас составляет 0. А что им делать, как им тогда проходить осмотр? Я сейчас перейду к этому. И вот, для решения этой проблемы, вот, ну, вот, с ГИБДД совместно Минтранс, мы года два, вот, готовились к этому, к изменению законодательства. И было проведено масса совещаний, в том числе с участием глав артистских северных районов. И мы предлагали им организовать, ну, как бы, вовлечь предпринимателей в эту сферу деятельности. Но в результате никакой район не сделал этого. А потому что невыгодно же финансово получается. Прошите, я добавлю, добавлю в части того, что, вот, то, что Алексей Анатольевич назначил, это аккредитация, они прошли аккредитацию, 40 имеет возможность, но фактически из них работает еще меньше. По состоянию, вот, на февраль, мы, как бы, готовились, да, работает всего 28 пунктов технического осмотра. Это мало. Да, это на всю республику. И из них, вот, операторов по автобусам всего 19. И 20 операторов имеют технический осмотр, это грузовые транспорции. Тогда можно сказать, что у нас в основном транспорт не проходит технический осмотр? Нет, я бы так не сказал, потому что, вот, основные операторы, они расположены в крупных городах, ну, Якутск, Алдан, Неллингри, Мирный и так далее. Кроме того, крупные нитропользователи, как Сургут, Нефтегаз, они тоже имеют собственные пункты техосмотра для прохождения собственного транспорта. Ну, основные, потом эти операторы расположены вдоль федеральных дорог. Это Вилюй, ну, бывшая Калма, Вилюй и так далее. И в основном городе Якутске, как уже здесь сказали. Для решения проблемы техосмонического осмотра арктического района, вот, Министерством транспорта было инициировано создание системы технического осмотра на базе каждой предприятий нашего подведомственного, каждой предприятий дороги Арктики. Вот коллега Николай Николаевич является, ну, основным, как сказать, организатором этого процесса, и они создали стациональный пункт на этом Хатым-Уряхском шоссе, да? Хатым-Уряхском шоссе, 9-й километр. 9-й километр Хатым-Уряхское шоссе, у них есть стациональный пункт технического осмотра. А вот арктические районы в этом году мы проводим техосмотр при помощи трех КАМАЗов, передвижных диагностических линий, которые в настоящее время базируются в Зырянке, Колымская группа районов, Индигирская Хану и Янская группа районов, это Батагаи. И в основном это было сделано для того, чтобы провести технический осмотр автобусов, которые находятся на этих территориях, и так называемых ресурсных организаций. Это энергетики, это ГУБ ЖКХ, Якутия Энерго, Сахайнерго и так далее, которые имеют бензовозы, ну, это емкостной парк на автомобилях для перевозки жидкого топлива. Вот для решения вопроса была создана эта работа, в настоящее время организована. Коротко так. Получается, что, в общем-то, несложно за 30 минут, заплатив 600 рублей, пройти техосмотр. Но почему-то его делают, проходят не все. Иначе бы не было сегодня нашего эфира, цель которого все-таки людей как-то сориентировать на то, что это необходимо, и еще рассказать о штрафах. То есть либо 600 рублей, либо там сумма будет растать в разы, если ты проигнорировал техосмотр, верно? И у нас сейчас будет реклама. Мы продолжим буквально, да, через две минуты продолжим говорить на эту тему. Сейчас у нас есть фотографии, попрошу режиссеров тоже их показать. Все. Вернее. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии сегодня профессионалы в теме транспортного дорожного хозяйства города и республики. Это Алексей Анатольевич Филиппов, Алексей Евгеньевич Кривошеев, извините, Кривошеев и Николай Николаевич Оконечников. Мы продолжаем говорить о том, что техосмотр обязателен. И, в общем-то, он занимает по времени. Я, поскольку я вообще стопроцентный пешеход, для меня эта тема абсолютно новая. Но для меня это важно, потому что мне важно, чтобы транспорт в нашем городе нормально функционировал, автобусы, чтобы я могла добраться до дома. Потому что, в общем-то, ситуация, когда автобус начинает там на полпути где-то останавливаться, водитель лезет куда-то, смотрит там, что у него с мотором, или выходит, что-то там подправляет. Они нередки в нашем городе. Еще с учетом наших дорог, так вообще, я не знаю, мне кажется, один раз техосмотр это редко проходить. Тем не менее, что входит в техосмотр, как он проходит, что это такое, что это за мероприятие? Получается, техосмотр проводится в порядке. Клиент приходит, предоставляет документы на транспортное средство. Непосредственно технический эксперт, в свою очередь, сверяет документы с транспортным средством, кузовными номерами, с ВИН-номером, с номером рамы. Также проводит внешний осмотр, после этого заключается договор на проведение технического осмотра. После заключения договора техэксперт фотофиксирует транспортное средство спереди. В данную фотофиксацию входят геоданные, время проведения технического осмотра, начало. После этого проверка работоспособности технических приборов проводится и угла их освещения. Также дополнительно проверяется давление, шин, люфт рулевой рейки, состояние подвески, диагностика тормозной системы в тормозном стенде и проверка двигателя на соответствии с нормой уровня шума и выброса. И все это так быстро, за 30 минут? Это получается 30 минут. В среднем это для легкого транспорта. Для грузового она увеличивается до полутора часов. Это без учета документов оборота. Это может затянуться до полутора, до двух часов. А для автобусов? Автобус в среднем это час-полтора проводится техосмотр. А если вдруг выяснилось, что транспортное средство не соответствует хорошему состоянию? Не отвечает. Не отвечает требованию. Да, требованию. Получается, техэксперт по окончанию технического осмотра выдает диагностическую карту. И там указываются, какие причины неисправности транспортного средства. И ему дается 20 дней на проведение повторного технического осмотра. Ну, с исправлением данных неисправностей. Может, поэтому тогда и не идут техосмотры. Это 20 дней у тебя получится. Тогда вылетаешь ты, например, с маршрута. Я что-то так сориентирована на автобусы. Ну, или вообще ты должен это исправить, а потом можешь только выйти на... Надо приехать на полностью исправном автомобиле и сразу пройти его. А не ездить туда-сюда исправлять и еще раз проходить. У нас есть вопросы от слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана. Да. Лучший редактор нашей программы. Давно не слышал у вас голос, Светлана. В тот раз мне понравилась ваша передача о наркозависищих и алкозависищих. Валерий Иванович? Да, Валерий Иванович. Привели хороших ребят. Вот они вылаживали истину. Очень хорошая программа. Мне понравилось. Почаще надо таких людей приводить и с ними беседовать, Светлана. Спасибо большое, Валерий Иванович. Я знаю, что вы из района звоните. А вопрос у меня такой. Специалистам. Ага. А вопрос такой у меня. Вот я все время интересуюсь и раньше задавал, и сейчас задаю. У нас ведь в России правосторонние движения. А мы на машинах едем с левосторонней. И на маркерсе руль расположен с левой стороны. А вот я думаю, что ДДП случается именно за установкой руля. Где водитель сидит? С левой стороны сидит. Вот мы сидели. А тут с правой стороны сидим. При обгоне-то как вот это получается? Очень много ДДП случается при обгоне, при объезде. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня такой. Вот раньше мы, я сам в молодости был нештатным инспектором ГАИ. Понимаете? И вот мы делали патрулирование. В поселке ходили, в городе, на трассах. Контролировали транспорт. А сейчас ни постгали нету. Ни ДПС не работает. Нигде ГАИшника не увидишь. В форуме, чтобы жезлом ходил. Нету. Машина проскочит и все. Только на происшествии выезжает. Вот на мои вопросы прошу ответить. Светлане, спасибо за передачу. Валерий Иванович, большое вам спасибо. Ответно хочу сказать, что вы самый лучший, самый внимательный зритель и слушатель нашей программы. Огромное вам спасибо за то, что вы так часто с нами. Пожалуйста, ответите на вопросы нашего слушателя. Добрый день, Валерий Иванович. Очень хорошие вопросы. Вы затронули очень важные темы. Это выезд на полосу встречного движения. Действительно, у нас львиная доля ДТП есть, особенно в ненаселенных пунктах, когда водитель, обгоняя транспортное средство или опережая, или объезжая препятствия, не убеждается в безопасности дорожного движения. Ну, насчет правого руля. У нас ведется аналитика, как левый, как и правый руль. Каждое дорожно-транспортное происшествие у нас вносится в систему АИУ с ГИБДД. И уже посредством многофункциональной информационной системы аналитической мы делаем выводы. И, соответственно, есть действительно такие моменты, когда водитель, не убедившись, выезжает на полосу дорожного движения встречного. Но, тем не менее, пока законодатель и соответствующие органы допускают такие транспортные средства с правым рулем, ввоз их на территорию Российской Федерации, мы тут ничего сделать не можем. Это зависит от водителя. Он должен контролировать сам свое транспортное средство. Конечно, какие-то неудобства в вождении, это я как сам автолюбитель, за правым рулем они ощущаются. Но, тем не менее, я бы не сказал так, что все праворукие машины совершают дорожного транспортного происшествия. Это дело случая. Тут все зависит от водителя, от его личной дисциплины, от внимательности, от его состояния в конечном итоге. Тут, если мы заденем такие моменты, как управление в нетрезвом состоянии, как управление без права на управление. Поэтому эта работа ведется, соответственно, с требованиями законодательства. За это нарушение, кстати, я отмечу, санкции довольно-таки существенные за выезд на полосу встречного движения. Там лишение права на управление, а еще также такие новеллы в законодательстве, как и в случае неоднократного допущения таких нарушений, у нас уже предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому тут на правый руль, так сказать, есть какие-то моменты, но я бы не стал этот полностью акцент смещать. Я надеюсь, на первый вопрос я ответил, или далее на второй разрешите. По факту то, что инспекторов ДПС не видно, и нештатных инспекторов не видно. Ну, в ходе реформы в целом деятельности госавтоинспекции и МВД вообще в целом с 2011 года наши ряды подверглись существенному сокращению. Упор сделан на оптимизацию, на размещение средств фото-видео фиксации, что дало должный эффект. Надо сказать, что у нас снизилось количество дорожественных происшествий по превышению скорости, по проезду перекрестков. Эти моменты положительные есть, это дисциплинирует водителя. Но очень важный момент, действительно, это инспектор ДПС, который сможет остановить пьяного водителя, сможет какую-то помощь оказать участнику дорожного движения. Мы эту работу ведем. Наряды у нас работают не так просто на одном месте, они у нас работают по очагам аварийности. В зависимости от маршрута дислокации утвержденного. И по внештатным инспекторам очень большая работа ведется. Ну, конечно, так, чтобы каждый наш водитель, участник дорожного движения увидел инспектора ДПС с внештатным сотрудником, оно действительно не получается. Но они нам помогают, внештатные инспектора, участвуют с нами в различных мероприятиях по пропаганде дорожного движения, участвуют с нами в охране общественного порядка. При надзоре за дорожное движение нет возможности их круглосуточно привлекать, потому что это, как правило, тоже работающие люди, студенты очень хорошо нам помогают северо-восточной СВФУ. Так что работа ведется в этом направлении. Еще увеличивать будем количество внештатных инспекторов. Такие задачи министерством поставлены. А вот если инспектор ГИБДД останавливает водителя, он обязан у него попросить документы о том, что он прошел техосмотр. И если он, допустим, его прошел, но у него средства как-то где-то там вызывают недоверие у сотрудника ГИБДД, он может его попросить о повторном прохождении? Тут если мы к техническому осмотру возвращаемся опять, то я так скажу, что с 1 марта у нас изменения в законодательстве и у нас обязательно прохождение технического осмотра. Мы будем проверять уже при надзоре за дорожное движение инспектора будут через единую автоматизированную систему технического осмотра проверять. Те транспортные средства, которые будут попадать в наше поле видимости, есть у него технический осмотр или нет. И опять же предусмотрено, если это законодательством. Потому что есть категории, это физические лица, которые для собственных целей используют транспортные средства, им, например, технический осмотр, не нужны легковые автомобили. А кому тогда обязательно нужно пройти техосмотр? Технический осмотр действующей редакции у нас обязательно остается для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн. Также для автобусов остается и для легковых такси, а также автомобилей, имеющие специальные звуковые и световые сигналы. Ну, спецмашины это полиция, МЧС и так далее. И также легковые автомобили, которые используются в коммерческих целях. Простым языком, если говоря, для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые транспорт используют, техсмотр он обязательный. Там периодичность мы разместили на своих инстаграме, сети, и вам тоже вот отправили. Пожалуйста, смотрите. Кстати, Инстаграм, можете сказать, сориентировать наших слушателей и зрителей, как вас найти, какой аккаунт? ГИБДД, Инстаграм, ГИБДД, 14.ру, по-моему, я сейчас не помню точно. Потенциальные слушатели и зрители еще спрашивали про вопрос, когда мы все пугаемся, когда там под лед машина проваливается. Это тоже из-за того, что водитель мог не пройти технический осмотр или, допустим, превысить нагрузку на свой транспорт. Или это уже из другой серии? Тут необходимо соблюдение требований законодательства по водным объектам, когда открыто уже у нас движение, соответствующая переправа обозначена дорожными знаками, это является дорога тогда, и надо смотреть дорожные знаки ограничения тоннажа. По массе. По массе. Если у нас речь идет о том, что еще ничто не открыто, а водители двигаются через водные объекты, то тут у нас возникает, если они провалятся, состав уголовного наказуемого деяния, если есть последствия, несчастный случай, если люди погибают, то, соответственно, это будет уже в уголовном плоскости рассматриваться при каждом рассмотрении каждого отдела отдельно. А вот когда газовое оснащение транспорта, и были же случаи, что взрывается транспорт, это тоже нарушение техосмотра? Вот как раз газобаллонное оборудование, установка и так далее, это смотрится на пункте технического осмотра. При проведении технического осмотра эксперт обязан убедиться, что все внесено в соответствующие документы, что все сделано правильно, и после этого только допускать транспортное средство к участию дорожного движения. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, и через две минуты снова продолжим. Мне кажется, в третьем блоке можно поговорить о мошенниках, о том, как с ними общаться, чтобы не попасть в просаг. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии профессионалы в теме транспортного дорожного хозяйства города и республики. Мы говорим о том, как необходим техосмотр и чем это может быть чревато, если его не пройти. И, конечно, люди, кто знает, чем это может быть чревато, все-таки хотят это сделать быстрее, возможно, сэкономив и деньги, и время, и наверняка эти могут воспользоваться на этой территории мошенники. Расскажите, бывают ли такие случаи, может быть, есть какие-то примеры, и какой алгоритм верный, если все-таки тебя настигли нечестные люди? Да, действительно, Министерство внутренних дел очень беспокоит эту ситуацию с приобретением именно поддельных диагностических карт через интернет, как правило, это делается у мошенников. Участились случаи, у нас люди не до конца понимают еще весь этот процесс, как он проходит. Вот сейчас объяснил Николай Николаевич, что необходимо предоставить транспортное средство на осмотр в пункт технического осмотра. У нас люди идут путем наименьшего сопротивления. Они в интернете нашли объявление, продам диагностическую карту, будет ВИСТО, все, и приобретают. Соответственно, тут два момента. Первый момент, это действительно, когда произошло, состав преступления имеется в таких действиях, когда продают поддельный документ, который не значится у нас в единой автоматизированной системе технического осмотра, и конкретно он поддельный. А человек, разве не может, который хочет купить эту карту, подумать, что как могут, не видя его транспортное средство, ему предоставить карту вот такую, которую вы говорите? Не все знают, во-первых, этого. Для этого мы доводим все через средства массовой информации. Некоторые люди вообще живут в своем мире, у них какой-то определенный круг, и только когда им что-то надо, оказание какой-то услуги, они начинают искать способ ее получения. И это не всегда приводит. Они, во-первых, теряют деньги, те, которые вложили, это диагностическая карта, естественно, поддельная ее нигде не будет. Еще раз повторюсь, у нас все в единой автоматизированной системе технического осмотра. Все, что выдается сейчас легально. И наживает себе проблем с законом, потому что использование таких диагностических карт это состав преступления, предусмотренный статьей 327 Уголовного кодекса. Наказуемое деяние. Второй момент. Когда предлагают диагностическую карту, которая будет в системе ЕСТО, тут уже речь идет о недобросовестных операторах, которые, пользуясь тем, что может быть из своих личных побуждений, наживы, чем больше диагностических карт продадут, тем больше они получат денежных средств. Вот этот момент мы мониторим, пресекаем это. Участилась тенденция покупки таких диагностических карт за пределами территории нашей республики. Последний случай буквально выявлен, это Липецкая область. С коллегами из Липецкой области мы сразу связались, там говорят, уже все, этот пункт будет закрываться, в РСА документы отправили, уже куча штрафов на него есть. Это они, как говорится, последние выжимаются, что могут. Ну, тем не менее... А сколько такие карты стоят? Да, цена вот в том-то и дело, что она практически не отличается от той цены, которая реальная цена, озвучена вот была. От 600 до 1500. На 1000 рублей накидывают, плюс 1000, и все, и люди покупают. И вводят людей с заблуждением. Приглашают, как будто бы осматривают машину, здесь, скажем так, на территории нашей республики. Люди действительно думают, что проходят техосмотр в последний случай. То есть такие пункты, в которые ты можешь приехать, показать свою машину? Вышел, говорит, посмотрел, попросил включить свет, поворотники, сигнал. Ну, имитируют то, что проводят технический осмотр. Такого быть не должно. Я еще раз повторюсь, технический осмотр проводится только у аккредитованных операторов на пунктах технического осмотра, которого Алексей Анатольевич отметил у нас не так уж и много. Поэтому рекомендую гражданам прежде всего смотреть, проверять документацию, когда приезжаете на пункт технического осмотра. Или даже самое простое, это посмотреть на сервисах, которые нам сейчас доступны. Это 2ГИС. Это если подтвердить уже аккредитацию, это Российский Союз состатурщиков. Там есть перечень пунктов, которые имеют аккредитацию. Прямо с указанием улицы, индивидуального предпринимателя. Это все в интернете есть. Ну и самое надежное друг от друга по рекомендации. Не надо, если действительно человек прошел и зарегистрировался, спросил, в каком пункте, все как хорошо и провели. Я думаю, это все исправимо, поэтому предостерегаем. Может быть, еще как сарафанное радио работает, да, то есть кто-то из знакомых прошел, уже точно знает, что в этом пункте это все нормально. И тогда уже можно туда смело идти. Какие, может быть, есть примеры, когда мошенники все-таки находят уловки, и даже человек, который осведомлен, что должно быть так и так, может поддаться? Какие у них есть хитрости? Ну, имитация, это имитация, что действительно диагностическая карта выдается легально. Она как-то должна отличаться от диагностической карты, от той, которая на самом деле... Прямо подделывают, я говорю, вписывают нашу агломерацию, где выдана диагностическая карта, якобы город Якутск, поселок Жатай. Путем полиграфической подделки через простые такие меры, он откатывает их, напечатывает, те, которые готовы, сверху напечатывает. И людям дают. Потому что, допустим, жители арктических хоусов, да, им можно запросто на это все поддаться, у них же нет там пунктов. Сейчас Алексей Анатольевич доложил, что пункты там есть, три передвижных диагностических линии, которые успешно работать начали. А, сейчас есть. Они уже на местах. Ну, вот как я сказал, это вот Колымская, Индигирская, Янская группы у нас. У нас остались как бы, ну, не прикрыты, можно сказать, Аннабар и Оленек и Булун. Ну, в Булунском районе районная администрация работает, возможно, у них будет свой пункт техосмотра. А Аннабар и Оленек мы планируем там, на их территории, вот, создать пункты. Создать, ну, уже купить это оборудование, и только там нужно прямое подключение районных администраций. Потому что, к сожалению, наше казенное предприятие в тех районах не работает. И никакой базы там нет. Там работает Медленнское управление автодорог, ну, Алроса, грубо говоря. И получается так, да. Вот. И я думаю, что этот год у нас как бы премьера, можно сказать. И до 15 апреля эти автомобили до окончания работы зимников должны возвратиться в Якутск для подтверждения аккредитации. То есть они еще раз пройдут аккредитацию, они должны сюда переехать, эти машины. А потом аккредитация будет на три года уже, да? На два года. На два года. То есть мы можем их там оставить, например, допустим. Вот при помощи передвижных линий мы надеемся, вот, ну, закрыть, так сказать, потребности в техническом осмотре. Ну, а вот, как Алексей Евгений сказал, для частников, ну, вот, кто использует для себя, то этот техосмотр у нас исключен, получается, да, для частного транспорта. Физические лица, немножко не так. Физические лица, если они будут перерегистрировать транспортное средство, смена владельца, внесение изменений в конструкцию, такие моменты, то они обязаны пройти технический осмотр. И, соответственно, это для автомобилей срок выпуска которых четырех лет достиг. Новые автомашины, по-простому говоря, до четырех лет техосмотр не проходят при замене владельца. А если уже свыше четырех лет возраста автомобиля, ну, он считается уже, как бы, немножко походил, ему проводится технический осмотр, такие требования. Это для физических лиц. Я хотел сказать не по семье владельца, а, допустим, вот мы имеем автомобили частные, вы имеете, я, Николай Николаевич, мы не продаем его, ничего там не меняем, и ездим в этом, в прошлом году, в этом, в настоящем году, и планируем еще пять лет ездить. Мы не проходим технический осмотр. Так точно, не проходим технический осмотр. Вот я как бы, и получается, вот, ну, как бы, палка в одну в конце. С одной стороны, ну, люди, ну, частники, так скажем, для собственного, кто использует автотранспорт для собственного, поездок собственных, они освобождены от прохождения техосмотра. Но, с другой стороны, вот операторы тоже теряют, как бы, клиентуру, с одной стороны. С другой стороны, у нас положительно то, что люди лишний раз не ходят на техосмотр. Тоже, ну, получается, как законодатель, и, на мой взгляд, эта ситуация, она еще будет продолжаться, определенная. То есть, законодатель вносит корректировку вот в этот процесс. Кстати, про операторов пунктов техосмотра. Какие нарушения они, какие действия их могут быть, как нарушения расценены тем, кто к ним пришел за помощью? Ну, по операторам, я уже сказал, надзор за полицией установлен. У нас, к сожалению, операторы, мы вот проводили с Минтрансом неоднократно совещание, когда вся эта деятельность бурно развивалась, и предупреждали операторов, чтобы они проводили все в соответствии с требованием постановления правительства по порядку, который правил, утверждающий правоохранение техосмотра. Но, тем не менее, у нас есть нарушение. 92 факта. Это вот с 1 марта мы начали работу прошлого года, и по сегодняшний день 92 факта. Это многовато для республики. Значит, они все нас услышали. По каждому факту составлен административный протокол, и, соответственно, будет рассматриваться, или уже рассмотрены факты некоторые в суде. Там штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Поэтому все, кто не хочет правильно работать, будем таким образом... Заказывать рублем. ...в нужное русло вставить. И еще давайте в конце нашей программы буквально в двух словах расскажем, если владелец транспортного средства проигнорирует техосмотр, чем ему это грозит? Что может напугать всех совсем? Да, с 1 марта, уже не за горами, у нас штрафные санкции увеличились для тех транспортных средств, владельцы которых должны пройти техосмотр. Эта сумма штрафа состоит в 2000 рублей, эквивалентное как раз-таки прохождению технического осмотра. Так же, как было у нас с детскими удерживающими устройствами для детей. Там 3000 сумму сделали, как раз, чтобы приобрели. Поэтому таким образом будем отрабатывать с теми субъектами транспортной деятельности, которые не выполняют свои обязанности. Ну и в конечном итоге, пока это будет делать инспектор ДПС и иной сотрудник ГОИ непосредственно при проверке, и все-таки запланировано это перевести в автоматический режим, когда будут доведены наши системы, для этого готовы. Но это мы будем ждать изменений с ГОБДД, МВД России, скорее всего. В ближайшее время, я думаю, что-то сделают. Спасибо большое. Может быть, у вас есть какие-то напутствия для тех, кто имеет транспорт, не в личных целях его используют? Буквально я на секунду хочу поблагодарить Елену Владимировну Гуляеву, подполковника и начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД за помощь в организации эфира и за сегодняшних гостей. Ну и вам буквально, может быть, кто-то один скажет, что у нас осталось меньше минуты напутствия нашим слушателям. Ну, очень коротко. Уважаемые автовладельцы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуется и просим проходить установленным законодательством порядки технического осмотра транспортных средств. Это безопасность людей, ну, жизнь человека – это главная ценность. Спасибо большое. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok